Приветствую вас на седьмом уроке о введении в ООП. Полиморфизм, часть 1. Сегодня мы продолжим разбирать ООП в C-sharp, перейдя к такому фундаментальному понятию, как полиморфизм, являющегося частью абстракции. Можно долго искать определение полиморфизма, что-то там об обработке разных типов, а еще о сокрытии этих типов, но давайте будем проще. Полиморфизм — это два П, перегрузка и переопределение, ну или два О, оверлоадинг и оверрайдинг. В перегрузке, также называемой статическим полиморфизмом, участвует один класс, а в переопределении, динамическом или рантайм полиморфизме, несколько, связанных иерархией наследования. Сначала разберемся с перегрузкой. Перегрузка — это использование в одном классе методов с одинаковым названием, но разными входными параметрами и типом возвращаемого значения. В уроке 4 мы уже говорили о перегрузке конструкторов, это же специальный метод. Если видите в классе несколько конструкторов, то это уже перегрузка. То же самое можно делать с обычными методами, при этом свойства перегружать нельзя. Например, в классе кофе есть несколько методов. Просто выпить кофе, выпить кофе с сахаром, возвращающий строку, и выпить кофе с сахаром и молоком, возвращающий более в значении. Перегрузка нужна для создания удобочитаемого программного кода. Пусть каждый метод отвечает за свое, хоть и похожее на другие действия. Теперь немного о переопределении. Переопределение — это динамический полиморфизм, всегда связанный с наследованием. Если есть иерархия классов, а в каком-то родительском существуют виртуальные или абстрактные методы, то их реализацию можно переопределить, используя ключевое слово override или полностью скрыть его, используя new. Например, есть базовый класс shape — фигура и метод расчета площади. У фигуры три наследника — прямоугольник, круг и треугольник. И площадь всех этих фигур рассчитывается по-разному. Используя переопределение, мы можем изменить тело методов наследников на собственную реализацию. Пока что не очень понятно, ведь мы не изучали виртуальные и абстрактные методы. Подробно переопределение мы рассмотрим в следующем уроке. Пока что мы только ищем отличия между перегрузкой и переопределением. Итак, перегрузка происходит в рамках одного класса и затрагивает только методы и конструкторы. У перегруженных методов всегда одно имя, а у конструкторов и подавно, но всегда разные входные параметры и тип возвращаемого значения. При этом, тип возвращаемого значения не обязательно должен быть одинаковым, у конструкторов его вообще нет. Модификатор доступа для таких членов можно использовать любой. При этом, переопределение всегда связано с наследованием и касается только методов и свойств, у которых должно быть одинаковое имя, одинаковые параметры и одинаковый тип возвращаемого значения. Модификатор доступа должен совпадать, то есть если у метода родителя паблик, то и у наследника тоже паблик. Пожалуйста, не путайте перегрузку и переопределение. Что же нужно сегодня запомнить? Полиморфизм – это 2p, ну или 2o, кому как нравится. Перегрузка или оверлоадинг – это использование в одном классе методов с одинаковым названием, но разными входными параметрами и типом возвращаемого значения. Переопределение или оверайдинг – это использование в классах-наследниках виртуальных или абстрактных методов базового класса с одинаковым названием, входными параметрами и типом возвращаемого значения, но разной реализацией, то есть стилом. А теперь задание. Пока что только на перегрузку. Нужно создать класс планета с тремя конструкторами, а также несколько методов – установить атмосферу и получить гравитацию. Далее нужно вывести на консоль информацию о созданных планетах. Возможная реализация конструкторов и методов представлена на слайде. Всем спасибо за просмотр. На следующем уроке мы познакомимся с виртуальными методами и подробно рассмотрим механизм динамического полиморфизма – переопределение или оверрайдинг. До встречи!